всем привет сегодня мы с дочей вышли на прогулку вот паша катит ее пока я поснимаю немножко вот такие вот домики такой спокойный тихий райончик в городке golden valley или golden valley в общем золотая долина из по это испанская школа дан сейчас мы идем к главной дороге да там будет немножко шумновато да на улице видите вот лужи все тает я думаю так через недельку если температура в районе 10 градусов будет то этого снега уже не останется а вот она и школа немножко ветра на улице посмотрите вот этот флаг здесь вообще конкретно задувает да вот такая вот одноэтажная школа я вот так вот один раз проведу вот так вот она выглядит да тротуарчик смотрите на них еще так сказать лежит снег та сторона вот абсолютно чистая то есть что касается пешеходной части да сейчас мы свернем еще одну улочку покажу вам там немножко дома просто некоторые люди спрашивают показываю побольше да но вот посмотрите очень людей участочек прямо такой приличный видите типично для американских дворов вот такие вот баскетбольные кольца они очень часто встречаются ну да домики такие небольшие здесь есть побольше конечно да вот видите тоже опять баскетбольное кольцо у кого-то стоят заборы у кого-то нет в основном заборов нет то есть это пореже явление когда стоит забор да я приходит приходится мне снимать на ходу потому что мы идем и гуляем с ребенком опять баскетбольное кольцо видишь под актив видать у все у кого есть дети стоит баскетбольное кольцо все наверно собираются попасть в нб да сейчас напротив солнца вот там такой старый старый как думаешь какого года каких семидесятых но он прям стоит вот но видно что он ему не нужны до весь его снегом засыпало давай я приближу попробую вот там вот да вот послали вода шикарный домик да шикарный объемный да интересно сколько эти дома стоит я думаю от 200 тысяч я так понимаю я то я бы так определил да вот здесь вот такой парк такой объемненький здесь есть спортивные площадки бейсбольные две площадки плюс игровая площадка также баскетбольное кольцо но эту площадку часто уже показывал там есть хоккейная площадка теннисные корты да и много дорожек но к сожалению дорожки не везде оттаяли но мы там прошли в принципе да но такая еще вот грязь прямо местами бывает и такие вот лужицы по которым приходилось проходить поэтому идем в обход по дороге вот домик посмотри как вот эта штука называется вот этот над гаражом типа как патио но патио то для меня как бы веранда ну в общем веранда без крыши такая просто просторная да и вот туда вот сталкивает зимой снег опять же так там мы пройдем да я вижу я надеюсь да вот смотрите теннисные корты не сезон не сезон да люди играли бы конечно но мячик не не отскакивал вот в этом вся проблема да вот это вот велосипедная коробка велосипедная хоккейная коробка сейчас мы пойдем в следующий такой райончик здесь такой небольшой ручеек и там вот такие частные дома стоят но они все однотипные абсолютно все одного цвета видать их когда-то просто построили этот целый район и дома просто распродали или может быть условия такие строительства были да что все обязаны иметь дома вот такого цвета такой в америке в принципе тоже возможно смотрите вот такой вот ручеек я так думаю воды здесь больше только от того что снег тает да и вот там две утки посмотрите давайте приближу насколько это будет возможно видите вы две уточки плавают да им не холодно я так понимаю но такой вот мостик посмотрите небольшой деревянный мостик да и вот здесь практически в каждой у каждой усадьбы вот такой вот забор есть здесь дома просто однотипные забор он как бы огораживает он не всю территорию огоражит а именно вот это вот террасу до 2 хозяин ну да видно 2 2 3209 и 2212 номера дома да ну и гараж я так понимаю на две машины мы здесь частенько гуляем это недалеко от нашего дома от наших квартир смотрю дома не то чтобы про все одинаково цена например серый вот этот бежевый а вот вот такой светло-коричневый то есть оттенок один в принципе но цвет все равно на самом деле цвета разные окошечки такие маленькие вот там смотри над гаражами может это чердак просто вот этот дом домик объемный видишь вот этот над напротив темно-коричневый сразу видно два полных этажа и плюс снизу гараж и там по-любому еще бейсмен наверное не они через гараж я думаю ну по ступенька все равно наверх надо вот это немножко по-другому смотри вот эти сайдингом обшиты а это уже кирпичиками обложены клинкерные кирпичики как вы называете да они не так не перед не прям уж совсем одинаковые вот вот эти вижу отличаются там по дизайну вот номер дома прикольный 2222 не забудешь когда смотрите какая куча снега посмотрите я надумаю на надеюсь вам не так отсвечивает просто горище гора снега на пол высоты дерево смотрите еще одна гора снега обалдеть такая огромная гора куча снега вот паш мне сказал вот здесь для всех тех кто живет в этом в этом в этом в этой эрии да есть вот такой бассейн здесь их 21 для взрослых и один для для маленьких детишек но сейчас у нас зима к сожалению все видите замерзши да и вот здесь вот то есть все кто здесь живет в этом районе именно могут приходить сюда в бассейн купаться да но я туда дальше не хочу идти по снегу видите не сезон не сезон ну вот в принципе и все мы его обошли вот этот вот парк вот здесь вот за деревьями на еще вот кусочек покажу вот здесь вот а вот тут еще утки у нас такой водоемчик на утки плавают уже все для них уже лето почти да ну вот тут вот такие вот знаки очень часто указательные не указательный информационный не богат край вот да то есть здесь соседи следят так сказать за происходящим вот такая вот небольшая прогулочка не пользуясь случаем просто решил вам показать то есть как же здесь выглядит в нашем городке golden valley ребята вот смотрите я хотел вам показать я заметил вот сюда вот на люке одевает вот такую вот сетку видите но я так понимаю что весной много всякого хлама стекает сюда и чтобы не не забивался сток до установка такие вот сетки я так понимаю да и потом вынимают на месте с этим люком да и вот только вот к весне их ставят может быть перед зимой может быть даже перед зимой перед началом зимы в принципе я здесь уже не не первый раз в миннесоте нахожусь но вот этого заметил впервые смотрите вот так вот выглядит такой с как его назвать на сито такое да ну и на там принципе все всем спасибо за внимание всем пока из миннесоты